я прежде всего известен широким массам как спидраннер игры celest и поэтому я решил что неплохо записать прохождение этой игры но это не спидраннер прохождение игры буквально проходить ее вообще на самом деле я не помню играть что я так у меня еще геймпад отключается небольшая проблема не лень менять в нем этим батарейки поэтому будет периодически отключаться не знаю сколько но вот сплеев я пройду эту игру это не появлялся не помню как не играть просто то есть буквально указу я больше есть как неудачный спидраннер этой игры потому что как вы видели смотрели мы спидраннер то они очень плохи с расти пока счету распадает но просто немало играл помню 100 с чем-то часов не на играми всего и мы мы будем проходить только оригинальную игру мне геймпад очень сильно включается поэтому поменяем что он решил отключаться очень сильно постоянно да кстати я опять же решил снова стать летсплеером начинал в 2013 году как вот я только с ним как бы и стал в итоге то есть все возвращается обратно то есть не нельзя быть тем кем ты не являешься то есть я вот как бы завелся как я спидраннер этот летсплеер то есть это так мы стал общем-то это по-моему замечательно то что то что все все возвратилось туда где оно должно быть и вот реально почти плохо плохо помню как это все проиграется так мне звонят стиме не буду отвечать тут можно так примерно я неправильно сделал на самом деле тут так вот можно и там можно еще было прыгнуть достаточно быстро но это не стал делать что это опять же горит не спидран это просто устал и такое бедное такое прохождение не знаю сколько времени она не займет сколько там серии возможно будет 100 серий спидрана по целести опять же горит а вы не будет тут собственно вышло он господи это какое-то обновление у нее почему вышло ну по-моему какой-то абсурдное невероятное количество лет назад но я в нем так и не поиграл точно немножко поиграл и не стал проходить так что ну его опять же опять же повторюсь и проходить этого это это дополнение я не буду потому что ну как бы мне не хочется проходить хочется только вот пройти оригинальную игру за 100 часов за 300 там за 400 за сколько угон просто вот пройти то есть это вот пока что моя цель в жизни сделать записать прохождение цели остыть всю жизнь я стремился к этому 1 касты я это собственно делал чем даже не спидран а вот именно что про постпрохождение спидран ты записал ну какой статал почему записал то я не один спидран и даже выложил его на спидран точка ком и кстати да я записываю только спидран и цели с помощью спидран и доцелси когда-то даже был вторым в мире категории фрешфайл зачем-то держу клавишу который отвечает что присасываюсь к этим поверхностям поэтому я присасываю сюда и умираю неважно тут можно так сделать удобнее чем тот как это предназначено то что он проходилось я не буду с какими багами пользоваться скорее что я банальность во первых их не помню во вторых это не спидран в сотый раз повторяя то просто прохождение милое такое бедное прохождение несчастненько и кстати интересная история что его я всегда когда я играл в эту игру это бы пропускала заставки а там оказался очень важный сюжетный элемент в одной заставок который который может пропустить я не знаю почему но вы просто это и я и в этот раз не пропущу что я знаю где он или сыграют заставку полностью не раскрыть заставки в этой игре не видел то есть и собственно как говорится лучше не изменять своим старым традициям поэтому в новом прохождение тоже заставок вы не увидите кроме одну насколько помню сюда так тут можно вот так пролезть статут надо тут тоже так пролезть так тут у нас мэдлин превращается в злую мэдлин или не знаю чуть-чуть в чем прикол сюжетность что-то случилось очень не представляет сундурной сюжет идиотский ну кем нужно быть чтобы он вам понравился это не представляю как бы у самой тигры просто потрясающий геймплей но сюжет он вызывает очень много вопросов а тут вот кстати на геймпаде очень удобно это делать вот эти вот все движения потому что он по какой-то причине не хочет иногда просто считают эти вот движения скажем так в бок но не в бок вот и пускай таких в направлениях там вверх там вниз среднее между этим направлением не хочет считывать я не знаю почему так вот открываем дверочку всего что про эту думал о чем уже сказать кроме того что не очень мне в нет потрясающий геймплей ну как стилистика визуально такая себе но откровенно говоря то есть ну прям вот ты вот играешь ну тут просто реально какой-то ну чуть-чуть но реально вот в игре вот реально вы видишь как что люди которые делали эту игру я кстати забыл что тут можно провести люди которые делают игру не понимали как делать платформер но они не понимали как все остальное делать как тут странный сюжет странная визуальная стилистика странное все кстати опять за файл ну наш граф и файлов будет много в этом прохождении то есть даже слишком много наверное непозводительно много тут надо было так пролететь и опять да кстати вот и месяц еще одна мечта кроме прохождения игры целест полного неполного прохождение не собственно оригинальной игры в виде ватсплея еще есть прохождение есть мне желаетку пройти игру вархаммер энд таймс верментает первую часть на видео зачем вот это вот я не знаю зачем я прохожу целесту просто не это хочется сделать так а вот и есть мечта то есть сек летом я хотел стать скажем так как человек который снимает скетчи но вместо этого я даже снял знаете сколько скетч таких они я автор сюжетом обыграли люди кроме меня некоторые другие но я там запомнил них не играл и где не помню был автором сюжета собственно этих скетч и так как не стала как-то очень лень монтировать эти видео я решил что не буду снимать скетч лучше бы снимать короткие смешные видео странные вот так на у меня вышло видео самый невероятный человек в мире никому она не понравилась потому что мы вообще увидели минут он понравилось и поэтому я решил что буду делать мемные видео скажем так как мы увидим про гоблина опять же но тоже никому не понравилось поэтому решил что если ты нужно быть летсплеером не скетчером этим мимо делом и прочь нужно вот просто быть хорошим человеком и летсплеером у меня вот делают записывающийся летсплей игры целест и кстати прошел вторую думал что он подольше на самом деле будет ну ладно это кстати вам самый неприятный для меня уровень на плане по сложности самый неприятный для меня уровень то через хотел сказать да кстати все-таки на самом деле как кроме летсплеев у меня есть еще один формат которым я хотел бы развиваться то формат человек который записывает этим видео с выбором всяких вещей на корейском сайте я записал опять же невероятное количество этих видео но проблема в том что во первых их никто не смотрит вторых ну скажем так и я как бы уже это что их потерял ну кажется мне они как-то не актуальны что их записывал в мае и еще сейчас их вкладывать нужно странно будто что наверно никому это уже будет не нужно это и тогда было никому не нужно часто будет не нужно в двойне на самом деле я бы хотел вложить видео с лучшей игрой всех времен и народов я записал 32 две версии этого видео и мне кажется если я выложу две версии это будет не некий сказать такой художественный перформанс то есть если вот просто вот первое видео без второго она выглядит просто ну странный в общем то никому не нужно то 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 а я чувствовал здесь опять то и два видео вместе они собственно ну вот наверное очень важным скажем таким высказыванием по поводу того что сейчас происходит в мире то есть то что это будет пойти я я прохожу то есть то я буквально прохожу один тот же тест не говорю о тех видео совершенно разные вещи это сделан намеренно на самом деле что я просто когда записал вторую версию видео с лучшим лучшей игрой всех времен народов я буквально не хотел повторять первое видео что он был слишком предсказуемым поэтому я делал там абсолютно неадекватные выборы и в итоге в собственно неадекватную игру но я не думаю с вами что выпало ли я адекватную игру в первый раз записывал ты видишь или ведьмак 3 это лучшая игра всех времен и народов кстати еще в начале лет я хотел записать собственно нас как такое смешное видео править магазин называлась бы 10 лучших мест в игре ведьмак 3 и потому что я проходил тогда эту игру мне казалось это видео быть таким очень милыми очень хорошей идеей казалось и сейчас мне это конечно хорошей идеей на этом никогда не сделала что мне буквально лень я неправильно что-то сделал кажется ли правильно что случилось то я не понимаю ладно так теперь все правильно но вот понимаете что-то мне как моя лень мешает записать это видео вообще то меня была куча идеи для видео вы их не сделал то есть причем даже не сразу что это само то видео записал но просто его не выложил про как видео с обзором на бугер из пара то есть и вы понимаете что я еще успел побывать за это лет не просто скажем так мимо делом человек кто снимает скетчи вот с плеером стримером спидранерам человеком который выбирает разные тип вещи грит какая из них лучше но также их еще побывать футблогерам для меня это вообще как-то бы потрясающе продуктивное лето то есть что за год прошедший год я примерно сделал ничего то есть за 2019 год а вот я пришлись не считать то что я его впустил книжку свою ну я не считаю за что-то важное тем более что я выпустил ее тоже не в 2019 она написана было 2018 году просто 2019 года она была выложена 2019 вот там толком вообще ничего не было то сделано на самом деле для меня но я не считаю что может а что потратила год впустую что мы для меня абсолютно очевидно что вообще нельзя тратить время никоим образом впустую что время всегда проводится с пользой чтобы вы не делали просто определенные занятия непредпочтительнее чем другие занять поэтому вот такая вот поэтому собственно делайте что хотите в жизни главное чтобы вам было приятно и полезно я считаю так вот я сейчас играю в целе 110 хочет ли мне играть в целе 100 в общем то и не хочется собственно в нее играть но мне хочется писать именно по ней летсплей я считаю что это вот именно то что нужно сейчас миру летсплей по целести и поэтому это делал так что вот просто и наверное некоторым люди даже понравится теоретически это может понравиться конечно вряд ли кто-то это вообще посмотрит что прошли те времена когда меня как бы скажем так смотрели хоть кто-то то есть это было когда-то это было представьте себе когда-то я был не то что популярным но вот скажем так я был просматриваемые видео там на набирали допустим в пиковом там по 30000 просмотров или там ну скажем так мы в среднем по хотя хотя бы потом 300 просмотров и набирали сейчас мы ведь набирать среднем по 10 просмотров и я не знаю плохо лет или хорошо с одной стороны это все таки определенное развитие то есть я развеваясь игру с ним ту сторону в количестве мне хотелось бы на это все таки развиваюсь что-то че происходит меняется ну с другой стороны все таки наш меняется не положительно станут хотя какая радинство вこの что то менять это просто ну а все одно и тоже все равно в итоге получится так что не стоит даже париться по этому поводу надо все воспринимать скажем так положительно все воспринимать именно как некая знаете некую радость на жизнь уже все-таки в радость и что если у меня раньше было там по 300 просмотров 6 по 30 это все таки не так уж и плохо это все таки число и такие значительные рс они сколько денег не заработал с того канала никогда сейчас и сколько не зарабатывают так что мы все у как бы какая разница сколько этом просмотр фэндал тогда и сейчас на стрелочку я зарабатывался канал и 5 долларов и то наверное неплохо наверное неплохо учитывая что вложила в него больше денег то это плохо но все-таки и наверное получил какой-то кайф от этих 5 долларов несчастных три из которых и даже не смог вывести кстати потому что мне уже сняли партнерку заблокировали не смог их просто вывести это кстати один из самых неприятных моментов во всей игре вот эта комната то что это вообще дева с этими шариками которые на циклах работают судьбами применяется один раз во всей игре она достаточно сомнительная вот это одна из тех идей которые мне вот и грибанально не нравится ну ладно о чем вообще хотел сказать наверное хотел сказать о чем-то очень важным но я просто уже запутался в этих шариках просмотрах ничего давайте дайте чуете а сейчас придумал будем играть по ходу больше что вспомню можете что вспомним а может я и все вообще-то забуду и и ничего в итоге так и не скажу и вообще и закончится let's play больше никогда его не продолжу в принципе возможно это то что я бы хотелось сделать прямо вот здесь закончится let's play возможно но но все-таки не буду этого скорее всего делать а может и буду а кто знает узнаете проблема знаете в чем в том что даже если это сделаю сейчас то вы уже как бы будете этим потом как скажет так осведомлены потому что вы увидите как бы продолжительность этого видео поймете что я вот сейчас закончилась play хотя могу сделать иначе мы просто сейчас как бы закончить let's play потом ставить еще час просто какого-то вот белого шума который будет в этом видео как бы играть и вы таким образом не узнаете что я закончил let's play хотя вы можете посмотреть например вот там где в ютубе показываться кадры из видео узнать что стика закончила let's play видите как все получается как все странное в нашей жизни чтобы я не делал только один и тот же итог получается что ничего-то умею не получается интересно интересно очень это интересно тут кстати есть баг где можно вот здесь прилететь между по ее ее ешь оказывается это здесь то воскресая не странно я думаю что я не здесь воскресая ну ладно еще раз пойду анда точно я же тоже все одна комната ладно мышь не спидранер мы баги взять тут не будем вопрос пройдем в общем то так и я опять же совершенно не удался скажем так в плане на спидранов celeste но опять же эти спидрана не скажем так помогли мне как-то даже в жизни каким-то образом то что я спидранился если достаточно непростой период моей жизни это помогло супер справиться с проблемами как и тут которые были мы тогда пускай даже и целест как спидранера я не удался нужно то видимо удался в этом плане как человек так что даже скажем таки это не очевидные вещи вроде спидрана целеста иногда помогают тебе в жизни то есть возможно что спидран целеста и помог мне в жизни больше чем какая-либо другая вещь который когда-либо собственно со мной происходило но это я не знаю сейчас у нас будет босс кстати может свернуться в теме про видео про ведьмака если бы могу сказать еще какого меня была идея тут такой босс мугре каком не было еще идея так и кроме вот собственно топа самыми лучшие местами ведьмаке 3 хотел еще сделать топ самых странных мест ведьмаке 3 и и прохождение первого ведьмака то есть вот у меня были такие планы из которых видите как ничто не сбылось абсолютно но возможно это кстати и к лучшему что ничто из этого не сбылось возможно что если бы я что-либо сделал это было бы крайне странно и неприятно для меня самого тогда это не имело никакого смысла хотя с другой стороны эти много такая мистическая игра скажем так и мак такая мистическая градус я вот в начале мая когда мне пришла идея записывать видео с корейского сайта я собственно решил пересмотреть прохождение или мэдис ведьмака то есть это там где он собственно на стримах проходил его по моему это уже было три года назад я нашел в этом не просто некую такую знаете потрясающую вещь мне вот действительно это понравилось то как он проходит первого ведьмака второго третьего и опять не досмотрел чтобы это чтобы досмотреть видимо еще на том уровне познания опять пишут в стиме из этого отвлекся и умер видимо еще на том уровне познания чтобы посмотреть полностью все прохождение третьего ведьмака эти смотрел без не всяких не не в нарезках не в каких-то там вырезках а прям вот в полностью включал стримы играла что-нибудь и слушал как он буквально проходит у себя даже как он проходит и буду что я я даже даже я его не скажем так не смотрел его буквально слушал все-таки мэдисон такой гениальный человек наверно на русском и тубе мэдисон то гениальный человек он как бы он может сделать захватывающим даже полностью сканта куны зрелище того как он собственно в этом вот сплее ну не длил спето стоим были я если пытаюсь взять эту вишенку не знаю зачем я пытаюсь взять то какому-то москву с помощью этом знаки вопросы все такое-то абсолютно унылое и неприятное зрелище тем не менее как это захватывающий выглядит в его исполнении то есть человек может стать гений и собственно я что хотел сказать про мистическую сторону пока ведьмака пока это я просто говорил только мэдисонит по сути ведьмак это ничего не сказал в том что ведьмака тут понимаете игра мистическая на в том плане что с помощью я скажу так перемещался в некую даже не так как назвать страну феи то есть когда я смотрел на летсплей по первому внимаку мэдисона то есть это было начале мая как сказал ну что в середине нас а не точно не вначале в середине скорее всего это то же время когда прошел димон соус и хотел запустить прохождение димон соус ну ладно то есть так я забыл как в это вот так вот то есть и тогда мне пришла в голову такая интересная идея что если я как бы не буду спать ночью но буду спать днем на самом деле это и те не то что дурацкая она просто по сути ничего мне не дала я просто спал контакт днем не ночью но по утрам когда я в шесть часов утра садился за компьютер и включал брал мороженое включал собственно этот стрим и мэдисона по ведьмаку переносился в страну феи то есть даже знаете страна фея то скажем так такое очень ну скажем так и совсем буквальное название этого места то есть знаете я скажем так когда был маленький прошел у ведьмака мне было восемь девять лет извините когда я прошел мне было уже девять лет начал братья 8 я кстати достаточно долго действительно его проходил что ну для меня тогда это была сложная игра первый ведьмак и и как бы для меня эта игра очень важно почему на первую часть хотят ну и ты сейчас тоже важно вторая часть не очень важно по что на мне прям она всегда открытал каким-то какой-то слишком странной на фоне первых двух частей первых первые третьи извините все выглядел какой-то ну слишком незначительные наверное это нужно называть незначительный тут опять как-то гава я в кажется понял чего это головоломки делать нужно вот так вот нужно пролезть вспомнил точнее а всегда казалось какую-то таким уродцам понимаете на фоне первой третьей части просто то есть даже не то что именно уродцам каким-то таким знаете недоделкой какой-то какой-то бедным родственником какие-то полностью не удавшимся в жизни вот это вот вторая часть ведьмака цвет уж ну как играет на самом деле ну но если играть не не нас темной сложности я прошел и по-моему два раза на темной сложности она выглядит ну игра как игра на челленджи никакого не представляет так не особо не про ним не проникаешься странными механиками но если вы как поиграете в нее на темной сложности быть что там механики вообще полностью не работают по крайней мере с тем балансом который есть в игре и причем этот это может не наблюдается в первой и третьей частях то есть как бы это наблюдалось первой третьей части то можно сказать что вы сиди против край auto- modes в кабинете проблем с балансом на самом деле они определить балансировал на игры первая и третья часть морской что ты честы слишком легкая каком-то каком-то плане на самом деле она адекватно легкая то есть если вы берут вторую честь то не на темной сложности она как-то слишком легкой на темные сложности она буквально невероятно сложную просто ну чем не честно сложно то есть она и прохождение выглядит так вот ты ломаешь игру то есть пред ты не ломаешь ну и просто иначе ты не сможешь пройти если вы что-то адекватно этом делать как как должны проходить на служите псих которые но последний вид у тебя по сути темная сложность в которой пусте дают только одно сохранение как ты группа хит на это сложить я не понимаю просто пушки а буквально могут просто ваншотнуть атакой в спину потому что ну как бы атаки в этой игре полностью не телеграфируется